Это вызовы 2024, на что, по нашему мнению, придется ответить стране в наступившем году. Новый 37-й. Народ богоносец требует казней за разные прегрешения. Собственно, про казни рыдала еще Ивлеева после своей голой вечеринки. Она попросила народ простить ей колье на жопе, иначе номеруя смерть красна. Я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Думается, понимание казни у каждого свое, а у Ивлеевой в данной ситуации и вовсе метафизическое. Для нее концом жизни была бы скорее необходимость продать собственную ламбу. И это про собственную казнь рассуждает сам у строителя моралки, попавший под отмену. Страшно подумать о тайных желаниях силовиков. На самом деле, в ситуации всенародного брожения страшны даже не силовики. У них как раз хватает и работы, и полномочий. Страшнее всего ультрапатриоты. Вот эти диванные, которые не ушли на фронт, но непрерывно требуют ото всех быть еще правильнее, еще патриотичнее, еще преданнее. Дошло до того, что про каток массовых репрессий пришлось рассуждать Путину на прямой линии. У меня, вот я вам честно скажу, как у гражданина тоже говорят вопросы. Ну, нужно же за решетку прятать человек на 14 лет. Или там, сейчас мне говорят про бывшего министра, ему там чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. То, что он сделал, или то, что вот эта женщина сделала плохо. Надо ли там 19 с половиной или 14 лет, законодатель должен подумать. Путин призывов к геноциду не одобрил. Это не потому, что выборы скоро. Это скорее потому, что 150 миллионов человек не слишком большое население для такой огромной страны. С одной стороны, нас призывают активнее размножаться, а с другой, энтузиасты ищут все больше поводов начать истреблять несогласных. Тут цели государства как раз расходятся с ультрапатриотами. А какой ты ультрапатриот, если целям державы не соответствуешь? Бить или не бить, истреблять или не истреблять. Вот вопрос, который витает в массах. Правда, массы эти весьма ограничены. Ультрапатриотов с их девизом «Сталина на вас нет» на самом деле не так уж и много. Проблема в том, что они очень агрессивное меньшинство. Они как экстремистская ЛГБТ на клятом Западе, так громко кричат о своих желаниях, что уши закладывают. В итоге получается ролевая игра с государством. Одни непрерывно требуют резни, другие вынуждены ставить просителей на место. Очевидно, куда проще пойти по пути отмены некоторых страт общества. Нам говорили, что культура отмены – порочная практика наших недругов. Но, видимо, важно в чьих руках дубина. Вот мы увидели отмену части шоу-бизнеса, включая некоторых так называемых молчунов. Надеюсь, в следующем году мы не увидим возврата смертной казни. Хочется увидеть победу на фронте. Это сняло бы многие, если не все вопросы. Кстати, о фронте какое-то время назад пробрасывался тезис о том, что право на отмену есть у военкоров. К счастью, схлынула волна, когда торговцы финками НКВД были моральными камертонами. Наш герой – простой российский солдат. У него нет телеграм-канала с интеграциями и ютубов с миллионами подписчиков. У него есть понятные цели и желание вернуться домой после их выполнения. Пусть так и будет. Это были вызовы 2024, на что, по нашему мнению, придется ответить стране в наступившем году. Знаете, иногда хочется, чтобы не все прогнозы сбывались. Пусть сбываются только хорошие. Скоро увидимся.